доброе утро всем вторник 21 февраля работаем ребята по германии по ходу блин это есть работа которая в карго транс основная для тех кто на немецком контракте как я повезло наверно что я в италии разгонял да но посмотрим может быть ошибаюсь такая говорила вообще себе германии ездил только один раз он там швейцарию выехал раз когда я приехал а так нормально с утра подъехал как я и говорил пол четвертого взял смену 20 минут 4 подъехал а мне говорят так уже вчера был ну да я же приезжал не сказали что не успеть меня загрузить я уехал с бумагами хотя принципе могли загрузить я потом загружался заметил 45 минут загрузка это причем да и до этого было планировалось чуть ли не 10 только коробок там такие как эти знаете мусорные контейнера друг на друге стопки 2 стопки по 3 короче 3 или да так 18 штук ладно сказали хорошо тогда у нас тут просто пересменка 5 часов подъезжает час вид валять сюда на внешний парк я вернулся 5 минут там где стоял ночью а вот подъехал 5 зашел там же другая смена выспавшиеся довольная нормально загрузился его 56 километров проехал сейчас еду обратно в тот же город но в соседнюю компанию другая компания там у меня загрузка и потащу я груз на дрездо 200 260 по моему километров проехал если я не ошибаюсь погода сами видите как ну блин ветер погода так вроде ничего но ветер холодный вот выгрузили тоже быстро буквально там 40 минут каких 40 20 минут по моему я больше закрывался раскреплялся и в основе закрывался чем я выгружаю нормально так что настроение нормально едем вот это вот мне уже больше нравится что мне не надо писать а куда дальше куда дальше уже сразу два две точки сделано то блин очень неудобно так когда надо писать принципе надо писать я вот как делаю и походу диспетчеру артем это нормально подходит я приезжаю посылаем на ватсап на месте потом начали загрузку выгрузку потом выгрузили загрузили и отсылаю фотографии документы смерти там ну по германию не надо снимать ну все это слал я уже знаю следующую задачу ну и больше я уже не буду заниматься фигней блин если погрузка выгрузка надо делать правильно я там стоять пять минут на молоточках 10 10 надо стоять на молоточках короче и все но все просто так кроватку надо ставить от того как ты считаешь нужно например 45 стоять но мало ли что потом времени мало чтобы надо было бы выезжать стоять паузу ну бывает что ты можешь и покушать в машине потому что сидишь выгонять тебя скажут сиди в машине и не вылазить тогда можно поставить кроватку ну и бывает когда три часа погрузка тогда это 3 плюс 9 но понедельник видите ребята начался у меня с пятнашки думаю что сегодня тоже опять будет пятнашка потому что по плану у меня по плану у меня выгрузка сейчас должна была быть 8 погрузка следующая но это нереально ну и выгрузка у меня написано в час 5 в час было по моему в три не ну ладно ты их с ним в час 260 километров надо будет проехать то есть три часа до больше еще с одной паузы 345 чтобы через три часа на принципе паузу то есть 9 начнут грузить скажем в 10 закончат 4 так и будет после двух я приехал выгрузит это будет три у меня как раз 12 часов еще задание наверняка хотя бы ехать в сторону нормально ну я принципе с одной стороны вчера мучился даст этим вставанием подъемом недосыпанием но сегодня я нормалек тоже с утра принципе спать хотелось но как обычно все таки полчетвертого даже не полпятого но сам факт того что когда рано начинаешь тут хорошо можно рано и закончить особенно в Германии вот такие вот пироги ну ладно едем еще сколько-то показывать там какую-то непонятную 61 километр не понял нет 46 километров скорость пока и вот мне по националкам Германии вот честно ребят я когда начинал работать я как-то переживал за мной там свадьбы собирается нафиг нафиг 65 на 67 и все пошли в баню хотите обгоняйте мне по барабану колени это колени я уже блин мне один раз фотографировали но почему-то не пришла мне эта бумага хестер камень какого-то а коллег фотографировали и блин достаточно серьезно штрафовали что нефиг там гнать по националкам 69, 70, тем более 80 частенько стоят радары частенько стоят мобильные даже радары так что ребята хотите обгонять обгоняйте я дам обгонять и даже покажу я обычно показываю типа обгоняй меня да но сам я гнать не буду хватило вот эти вот когда ты у нас меня фотографировали а может быть и пришло потому что в хестер кампе работаю может поэтому и зовут чтоб вернулся чтоб высчитать но я шучу а вот а ребята штрафовали хорошо штрафовали выскочил очень хорошо выскочил на пустую дорогу и затормозил повернул и затормозил так что видел я в ютубе но я уже повторюсь да едет и рассуждает чудак вот передо мной машина не трафарирована едут меня снимают полицейские и не дают ехать мне нормальную скорость приходится ехать 65 за турик блин радуйся что тебе не дали получил бы штраф моментально ну а гонщики это ваши проблемы можете как хотите обижаться не обижаться может быть у вас какое-то другое мнение так расскажите и причину почему надо это делать почему надо ехать 80 по националу даже знаю что там радара нет но поверьте в германии тоже очень развита система нетрафарированных машин очень хорошо сколько раз сколько раз я уже что стоять нетрафарированные с мигалкой и штрафуют немцы ладно еще раз доброе утро всем хорошего настроения погнали дальше работать и кофейку буду пить копеек сделал нормальный и порошковый этот который 3 в 1 по моему он нифига не дает я кстати вчера 2 энергайзера выпил ничего не помогло не помогли по моему в течение что наоборот спай больше захотелось а кофе с утра этот 3 в 1 не ребят это так в течении дня наверное можно подвести он удобен только тем что не надо кружку мыть а растворимо надо мыть приятного аппетита всем едем дальше по полям не ну не по полям здесь вдоль маленьких городков постоянно маленькие городки заезжаешь поэтому где-то час набираться это я еще ночью ехал в машин мало ну сейчас там совсем маленький участок по автобану ешел так все время городок городок ну ладно погнали так уже подъезжаем осталось меньше двух километров а эй джи си глаз называется компания куда мы едем тут вообще блюдо так смотрю очень много стекольных компаний в этом районе машин потому что я вижу тоже очень много стекло в этом но главное что дом 5 указан такого нет дома на егошке и на сайджике вот есть шестой есть третий пятого нет поэтому сейчас будем наверно подыскивать подыскивать искать будем вернем направо но этот ведет туда где шестой а вот этот где третий поставил там еще направо поворот ну и мы найдем эй джи си может быть увидим эй джи си глаз пока не вижу тут никаких вывесок с правой стороны а это должно будет и справа по сути где то мы тут в сто первом доме мы были сегодня грузились да да вот налево а и века вот там я был а нам направо типа надо мы сейчас будем смотреть где то тут должен быть но я что то не вижу по названию даже импения здесь все показывающие сюда поворачиваются а дальше фиг не знает а я здесь выезжал в прошлый раз как бы искал там заехал вот с левой стороны в другую проходную и потом искал здесь это показывает сюда здесь третья и искать чувствую я сюда мы не поедем можно было там по кругу объехать я думаю сейчас надо будет направо поворачивать видите тут машина даже все со стеклом связаны а типа показывают вот сюда ладно остановимся пройдем посмотрим блин нашел первый указатель куда ехать первый указатель ну офигеть блин приезжал я его не видел пиши что прямо надо ехать дальше куда надо искать блин девичел по моему а что прямой неужели там с этой дороги будет съезд я что то ошибаюсь ой я сомневаюсь мне ну империал я не значит прямо еще и этим На гугле там, блин, стройка, я там уже так, а дуру там забросил на площадку. Значит, едем до следующего указателя. Где-то за Амазоном должен быть. А, вот прямо, ничего я не видел эти стрелочки, блин. Вот прямо. Ой, как раз он не поедет. Надеюсь, я заеду. Очень надеюсь, я до этого места доезжал. Дальше не поехал. Я тут завернул на аванзоне и развернулся. Надо было дальше не поехать. Какой-то в поле приедет, там едет какой-то коллега. Думаю, что сейчас правильно едет. Там еще легковая приехала такая же, и коллега стоит тоже, по-моему, в поисках. Сейчас я думаю, что найдем. Надеюсь, найдем. Амазон тоже тесно таскать, но там носиться надо, блин. Как угорело. Где? Легковые здесь. А, вот сюда. Ну, откуда. Тут прошли лиференс номер. Офигеть. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Number of track? Good Number of track? Number? Номер чего? Референс номер или... Или машины номер, или прицепа? Сейчас будем смотреть Где здесь бюро? Это не бюро Не, ну я напослал диспетчер, что не могу найти Потому что не было потом вопросов Где был? Почему не сразу заехал? Знаете? Так Окей А дальше что? Вон там, наверное, улица А это, наверное, паркинг-лэс Я не понимаю, да? Наверное, я так думаю Я, честно говоря, не знаю Может я ошибаюсь? Очень похоже, что здесь Моя 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 Чуть-чуть поближе стали. Пойдем разбираться. Ну что, ребята, фу, загрузился, закрепился, погнали, не знаю, так, полчетвертого, полпятого, два часа останется. Не знаю, посмотрим, куда нам ехать. Фу, с этими уголками, блин, нашел другие нормальные уголки, мучился с уголками, закреплял. Ну, вот и все в порядке, нужно гнать. Так, сейчас надо отсюда выехать. Интересно, это скольки там работают, это фигня. Второе здание. 226 километров ехать. Так долго грузили, сначала я ждал, пока они там что-то переставят. Потом начали грузить. Пипец, как грузили. Я не знаю, это три человека, два на погрузчиках, один, блин, командует. Тот, который командует, офигевает сам. Столько грузит. Ну, блин, потом это крепление, все. Это, офигеть, можно. Ладно. Надо ехать. Как-то. Пол пятого, пол что, два часа будет запаса. Показать, три часа мне ехать. Ну, посмотрим, посмотрим. Три часа ли сколько? Сейчас шлагбаум как-то был закрыт. Дождитесь выхода здесь. Там, здесь-то где? Ладно, чтобы шлагбаум не закрылся, но пока я буду ехать, уезжать. Не проверил нагрузку. 10,6. Пойдет. Принцели там, блин, 20 этих коробок стекол автомобильных, но на двери, которые. Так, теперь нам надо будет скачать на автобан и набирать скорость. Адрестен. Нам бы пробки не попасть, все было бы нормально. Да, будет все окей. Правда? Ой. Устал реально, блин. Много креплений здесь. Не знаю, вот честно сомневаюсь. Если я попал в пробки, то я не знаю, чем выдержусь. Надо еще посмотреть, блин, на эту фирму, то есть, как они там работают. Сегодня вторник. Я понимаю, нам сейчас направо не надо, мы бы по другой дороге поедем, да? К сожалению. Лучше бы направо нам было бы, выехали бы сразу на автобан какой-то. Так, сейчас по городу буду ехать, да, кажется. Посмотрю сейчас. А, нет, кусочек. Это Магдебург. И пойдем по какой-то, по 14-й. На Лейпциг. И все время по ней, по 14-й. Ладно. Ладно, ребята, все в порядке. Едем. Посмотрим, что я прочитал мое сообщение, не прочитал. Нет, походу, еще не прочитал. Круто, что ему не особо ждут от меня сообщения, блин. Это вот эти впереди машины, которые, они стекло вводят большое, витринное. Я тоже вез большое, но я среднее вез, а это офигенно большое. Они так интересно пускают, у них там тележка закатывается вовнутрь. И они ее оставляют. И выезжают. Это так же самое, и мы ставим, такая специальная махина. И они в нее, как бы, ну, заезжают, что у них заходит в прицеп, там, по-моему, подъемники какие-то. Интересно такая работа достаточно. Ну, ничего там, я понимаю, они сами вообще ничего не крепят. Вообще. Там все автоматически. Пневматика. Гидравлика, пневматика. Насосы. Куча баков у них там воздушных. Так, работа, наверное, интересная. Ну, я думаю, она монотонная, типа. Туда-сюда, туда-сюда. И вот взял, туда-отвез, блин. Обратно привез пустую телегу. Опять взял и поехал дальше. Охотки делают, наверное. Так что вот так. Да, блин, я сейчас так долго искал эту хирму, блин. Круголя давал. Круги нарисовывал. Там, кстати, на этом предприятии, где я сейчас грузился, там есть душ. Кофе по 60 центов. Этих сантимов, центов. Любой кофе 60 центов стоит. Я купил себе попить. Вот. Но душ я не воспользуюсь, а душ там в следующий раз воспользуюсь. Как бы разведку провел. Туалет, соответственно. Все это все дела. Мокрый я, как этот самый, как... Ну, как морской пес. Даже не посмотрел, сколько у меня там тон-то. В итоге. Есть этот анаж? 20 на 162. Достаточно много. Ну, как я и говорил, пятнашка сегодня будет. Ну, и тогда выдохнем, будем в девятке работать. Ведь мне 13-часовые. Вождение-то у меня дофига. Я могу ехать, по-моему. 4.30. Ну, почему у меня остаток 4.34 вообще-то пишет. Ну, не понял. 4.34, почему так? Что-то связано с работой. 3.34 я ехал. 3.15 я работал. А, ну да, потому что я работал. 4.13, 4.33 я могу только ехать. А, 4.33, потому что, да. Потому что у меня рабочий день 4.33 осталось. Поэтому максимум, сколько я могу ехать, все правильно. Ну, это тоже такая фишка. Я вот не помню, насколько я на молоточке встал. В 10.30, ну, скажем, в 11 я встал на молоточке. А подряд молоточки и вождение может быть не больше 6 часов. Как-то так. Все это забывают, конечно. Но есть такая фишка. То есть паузу должен делаться какую-то. Ну, если я за 2 часа, за 3 часа доеду, ну, там паузу сделаю на выгрузке. Чувствуется, что машина, блин, тяжеленькая сразу. Я вам скажу, ребята. По сравнению с тем, как я вот ехал сюда с выгрузки, и сейчас, конечно, блин, тяжеленькая. Но я закрепил нормально. Там, получается, впереди 2 ящика со стеклом, потом идет 6 по 3. На каждый ящик я поставил по... Я что-то не закрыл, это вот спойлер. Думаю, что-то не то. Когда поезжать, думаю, что-то как-то слишком торчит это самое. Прицеп. Ну, ладно. Ориентир как-то не так стоял. Вот, по 2 ремня поставил. Там металл, надо уголки было оставить. У меня были в уголке эти обыкновенные. Блин, они здоровые, нет. Потом, блин, искал, 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 перерыл, все нашел. Более-менее такие черные уголки, просто плоские, тоненькие. Чтоб ремень не перетирался. Ну, грузили они, конечно, блин, вроде пожилые такие, опытные должны быть, но... Пипец, блин, какой-то. Криво, в гуси. Это постоянно эти коврики поправлял, блин. Короче, этот чудак третий стоял внизу, а я там на прицепе руководил, блин. Вверх-вниз, майна-вира, право-лево. Ну, слава богу, уже закончили, блин. В конце уже у них побыстрее пошло это дело. То, блин, я уже думал, а вообще хамят. А время на часах уже без десяти два. Они хотели, чтобы я в час выглядел. Офигеть. Блин, такая наивность, я не знаю, грузить на стекло и выкрепить надо. Три часа ехать до точки, восемь... Была бы назначена погрузка уже здесь, блин. Я такой, хоть в два с половиной часа, вот же начну. Ну что, выскочили... А, нет, еще один путь, я тут на троезда был на четырнадцатом. Нет, это токан-овер. И первый лет на троезда нам пропустила. Нет, это уже траса, только в таком направлении. Трэйзенхалл. Я так понимаю, халл это типа направлений. Наверное. Я не уверен, я не знаю немецкий. Может кто-то знает. Скажет, что такое халлэ халлэ. Это то, что мы обычно спрашиваем у диспетчера, что дальше. Пока не знаю, ну хоть в какую сторону двигать, направление какое-то. Как же было по-английски направление. Блин, 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 сейчас надо вспомнить. Ё-хай-ди, я же знал. Я буду вспоминать, блин, как направление по-английски. Не дискрипшн. Как же там было, блин. Ё-хай-ди, я забыл уже, блин. Нет, дискрипшн это не может быть. Дискрипшн это почти запрет. Ладно, потом вспомню, скажу. Погнали, ребята. А, Б, В, К, Т, Е, А, Б, С, Т. Дирекшн, о, блин. Вот направление. Трэйзда, дирекшн. Ой, 117 километров по прямой. О, блин. О, блин. О, блин. О, блин. Не, вы знаете, не, ну, посмотрел по переводчику направление все правильно, дирекшн. А халла это... Ща, мы посмотрим, что такое халла. Немецкий. Халла. Зал, ну, холл, да? Понятно, что холл. Немецкий халл. Курпише так и читается. Значит, это имеется в виду... Типа, центра. Ну, фиг его знаю, короче. Я халла. В зал. В зал. В зал Дрездена едем. Так, если в три часа ехать, у меня останется полтора часа только работы. Да, очень не здорово это. Ладно, ребятки, погнали. Халла. А, халла... Это город тоже. Смотрите, халла 75 километров. Это, типа, халла и Дрезден. Все, я понял. Так и называется город. Зал. Нормально, блин. Артем, смотри, у меня есть два варианта. Либо брать пятнашку и по максимуму доехать до Дрездена. Либо не брать пятнашку сегодня. Потому что вторник все-таки. Как лучше? Как ты считаешь? Мне все равно. Наверное, не брать, потому что, я не знаю, я даже не знаю, они работают, наверное, закрывают уже в четыре, до этого кульмата. Да, я тоже думаю, лучше не брать, оставить ее на неделю. Потому что у меня сейчас в этой неделе 24-ка, то есть я в субботу еще, наверное, буду работать, да? Поэтому, наверное, не буду я брать. Ну, то есть 13 отработаю. Это, чтобы мне 13 отработать, мне еще полтора часа ехать. Да, тогда я полтора часа еду, становлюсь на паузу, да, Артем? Ну, так сделаю, окей. Чтобы... Она пригодится, я думаю, на неделе, правильно? Угу. Так что мне пятнашку 13 делаешь сейчас, или как? Да, да, я думаю, 13 лучше сделаю, потому что толку брать пятнашку, если бы была... А когда сейчас тринадцать встречается? Через полтора часа. Мне четыре двадцать, до пятнашки час двадцать мне. А, ну да, через полтора минуты, в четырем где-то, да? Ну, ладно, окей. Ну, подъезжай там в сторону, куда, и в там двадцать выйдем. Не, в четырем, у меня... Вот час двадцать, сколько сейчас время? Ну, где-то у меня в три часа. Ну, блин, час двадцать-то я по максимуму могу ехать, если там паркинг будет. Ну, час я еще могу ехать до двенашки. Да, окей. Так будет лучше, наверное, да? Поставим пятнашку на неделю, две штуки, да? Так можно сделать, окей? Все, хорошо, ладно. Гоню дальше. Окей, давай. Давай, пока. 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 Итак, время, время у нас сейчас детское. 15.50. 15.15 я встал, закрыл смену, чтобы не брать пятнашку. То есть работал 12.55. Может, когда выехал, с этой погрузки долго возились там, клепился, получил информацию от диспетчера, что едь ближе к Дрездену, выгрузка, походу, завтра с утра. Ну, окей, я ему пишу. Слушай, что делаем? Брать пятнашку, ехать как можно ближе к Дрездену, либо я не доеду где-то 120 километров до точки выгрузки. Но зато не возьму пятнашку. И завтра с утра туда поеду, в итоге полтора часа сэкономлю. Как бы... Потому что с 120 километров где-то полтора часа. Полтора часа завтра я потрачу, но зато я в итоге выиграю три часа. Потому что я работаю в субботу, наверное, у меня 24-ка. Поэтому вторник и тратить вторую пятнашку как-то, ну, не солидно. Он так подумал, подумал, ну ладно, говорит, давай так и сделаем. Я говорю, ты узнаешь, во сколько завтра они открываются. Я говорю, у тебя скольки не работают? Он говорит, до четырех. Я посмотрел по... Google, что они работают до пяти и начинают с восьми. Ну, по-любому я бы не успел, я бы приехал только без двадцати... Пять. Вряд ли меня бы взяли. Вот. Как-то так получилось. Не знаю. Приехал, встал. Звоню ему, говорю, 120 километров. Ну что, закрывай с меня? Она говорит, да, закрывай. Говорю, только ты сообщи там в офисе, что... Встал, чтобы не тратить 15-9, как договаривались. Чтобы... А то звонить будут, спрашивать, что случилось, что встал. Ну, вроде прочитал сообщение. Но я ему не сказал, я сообщение послал. Ну, все-таки вещи надо как-то предохраняться, да, послать сообщение. Ну, а так встал на паркинге, пока спокойно. Спокойно, потому что время такое. Ну, он говорит, в восемь открывается. Не я, говорю, в восемь открывается. Он говорит, ну, давай ты подъезжай к восьми. Ну, значит, в шесть надо где-то выехать. Полноценный отдых будет у меня. Заслужил, так сказать. Ну, надеюсь, не будет звонить с офиса, не интересоваться. Придется объясняться, что и как. Ну, в принципе, и так логичнее. Потому что, если бы я поехал, если бы там... Ну, думаю, может быть, в пробку попал бы где-нибудь на 14-й. Это было бы все задержки, задержки, задержки. Ну, по-любому меня бы сегодня не выгрузили. Ну, проехал бы я 80 километров еще. Нет, я бы проехал по максимуму. Я бы проехал бы 100 километров. Три часа. Как бы есть. Но толку от того, что я взял бы 15-ку, этого не было. 15-ку надо добавить, когда реально нужно это делать. Что будет выгрузка сегодня или завтра с утра, чтобы приехать с нулей начинать. Можно было, конечно, ехать. Я не против был. Но просто я предложил такой вариант. Согласился. Ну, посмотрим. Думаю, что так правильно делать. Блин, надежда до сих пор мокрая после этой погрузки и всего-всего-всего крепления. Ой, погода так себе. Сейчас буду ужинать. Готовить, вернее, что-нибудь на ужин. Еще не решил. Наверное, супчик сварю. Такой из пачечки. Чайку сквозь заделаю. И полноценно покушаю. Да, надо покушать. Ну, ладно, ребят. На этом буду закругляться. Очередное видео закончилось. Очередной день прошел. Так что все в порядке. Все живы здоровья, чего и вам желаю. И все живы здоровья, чего и вам желаю. Жизнь здоровья, чего и вам желаю. Ну, и как обычно, берегите себя. Своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok